Проект Проект, на самом деле, ну, пошел, по-моему, про проект, который огульную рамочку давать, я давал на открытии так. Проект субчасу, это некая такая моя идея, которая... я пошел працавать годы-два тому, и, по-моему, была такая идея зарабить нечто такое огульная просуществность. Вот, а на самом же, это есть первая история. В 2013 году у меня была, там, первая такая великая соло-выстава у галереи существенного мастерства у Менску, и выстава называлась «Самоконтроль», и говорится там и шла про контроль, про подкование, про громадскую домову, про то, кто может контролировать громадянам, про то, как громадяне могут контролировать тех, кого они делегуют, вот эти контроль над собой, там, в державе, какую роль в этом отыгрываются технологии, какую роль отыгрывает рядыйная повестка, да, и так далее. И там у меня была такая, напевно, головная тема, это некий локальный контекст белорусский, только то, что мы тогда, в 2013-м, далеким минулым жителям жили, и то, что тогда отбывалось по всем свете. Я думаю, что для 2013-го, для первой половы десятых, напомню, такой характерной темой, ну, при нам все, в культуроиском контексте, и в политичном, громадском политичном, была эта, в исполнении 60-го года, по дальнейшей, этой, молкливой акции, да, этой, воплески, и так далее, некие такие темы, и так далее, да. Пасля нас, да. Нормально-нормально. Пасля нас нагнал кризис, потом некие девальвации, и так далее, да. Вот. И... А у света, думалось, и так самая цикавая история, были война у Сиро, война у Ливии, да, арабская весна, рух окупай, окупай Уолл-стрейт у США, и пасля нас повседился на иншей украине, или в Украине Европы. В Беларуси, кажется, насколько, не было таких конкретных выпадков окупай. Так, але, ну... И я думаю, что в нашем насосовом контексте мы мало связаны с такой великой всесветной поездкой. Вот. Это что-то, что, такого проекта. Что... Чему я почау... Чему я зараз до него звертаюсь? Потому что, напевно, в некий момент у всех Лиза казала... Я працавала в галереи, и працавала после года 3-4, больше, как куратор, культурно-мастерский менеджер, и это такое, саправдое обслуговывание, ну, и мусит нехто займаться, да, але с иншого боку, когда ты разом с этим мостом, то у тебя, напевно, могут быть инши интересы, да. Чтобы и в белорусском контексте на кольке, я это башу, это такое, ну, некто мусить это робить, да. Ты ходишь ко мне, что было взроблено, и ты, ну, прикольно разумеешь, как, там, ну, бюрократы, бюрократы, это развести, да, как там, ну, заробить некий арт-проект, классный запросить, там, сябровка, ну, и зладить нечто, что тебе подобается. А я, ну, сейчас на гатусы ходить, это праца, и мастацкая праца, праца моя эту рожку просела. Вот. И вот с десяти годы два, два с половиной тому, мне там, уже те отбились некие пирамены, некие настрои такие, грунтовно поменялся, я запомнил, что напевно я займаюсь нешим не тем, чем я бы хотел займаться. Напевно я займаюсь, ну, если гатусы бюрократы, я хотел бы займаться на гатусах. И тому я подумал, что, окей, чему не вернуться мне вот до этой темы медиа, до темы технологии, до темы крызиса, яку я колеси закранал, и взрослая до его и пошел вертаться до этой темы. Вот. И это про этот процесс и какая связка с той, с которой выставая самоконтроля. Это цитата Зарена Гинсберга, я думаю, американского поэта с этой супольностью beat generation, да, поколение битников. Это супольность литераторов, поэтию вокруг, Ален Гинсберг, Лоренс Фарнингетти, поэт, Герегори Хорса, поэт Джек Керуак, поэт и письменник Уильям Бороуз. Только эта великая сцена, якая возникла у США, у пятидесятые годы, минулого стагодзя. Ну, я знаю, что это такая контркультура литературная, да. И самая ведомая поэля Ален Гинсберга с Кобот, Холл, есть такой рядок. О, Карл, while you are not safe, I am not safe, and now you are really in the total animal суп of time. О, Карл, по культам небеспецы, ям небеспецы, и это значит, что ям небеспецы, ты небеспецы, и теперь ты саправды по тотальным живёльным супе часу. Суп часу. Для меня это история про то, что час мы не можем контролировать, час не я, никто не может контролировать натурально, и часы уже насыщены, тем больше насыщены сегодня, да, когда мы глядим на ситуацию в Беларуси, когда мы глядим на ситуацию в инших краинах, в Польше, в Штатах, да, в России, когда мы глядим, когда мы глядим, войны, то есть и кризисы, да, великие проблемы, за какими сутыкаются сегодня шалолетство, то есть пандемию, да, и так далее. И часом падается, что мы навык спермать это не поспеваем, все, что наваливается. Ну, нет, я от себя кажу, может быть, может быть, я не могу. И в этом месте я нахожу в себе и на полном моя практика и в этом проекте, и в полном каких-то других литератур, и наше мнение, это некая спроба спроба разобраться, спроба систематизовать те подеи, те заявы, некого светлого масштаба, которые за какими сутками доводятся мне справа. Так само великую роль в этом отыгрывает технология, развитие литературных технологий, развитие сетковых технологий, алгоритмов, развитие штучного интеллекта и так далее. Почему? Потому что уявить себе, что 250-300 лет тому мы могли ведать так шмат и так худко, на линии могли нас догонять так худко, это просто ну это нереально. Ни в який раз, тыдни были потребны дать, месяцы были потребны как все это, ну не ведут, долетал по институту и это проблема. Зачем наша сведомость, наша биология, наш мозг не мог так худко эволюционовать ни за это 300-200 годов, ни за 20-30 годов раз повсюду интернет. И тем больше те алгоритмы, которые работают в социальных сетках, они очень проблематичные, поскольку мы это все как бы отбываются с нашим восприниманием и какой-то акции подключены к интернету, ну сейчас уже понятно, да? давать некая акселерация, акселерация информации, акселерация усприниманию информации, опроцовке информации, весь раз новые, новые импульсы. и покольки у нас нет такого скажем, ну как бы совки он есть, да? мы повышаемся до гаджетов, а железо, как бы биологии, мозга, нет, нет, макшимостей, он не может разгоняться. Кому отрывается стресс, ну до неких лимитов, как это працует, да? Например, есть такие философы доследших социально-политичных процессов Франка Биха Берарди, он довольно знанный представник операистской школы марксизма 70-х, и он працует сегодня, и вот я хотел вам зачитать эту цитату с его аккуратно с этой нагоду «Железо, святомость и тело интегруются в личные системы с интерфейсом, акселерацией и спрашением, возникает модель биоинформационной вытворчивости, которая створяет метричные артефакты с мощностью аутоузновления живых систем У стане полной функциональности лишь бывая система может быть худко усталеванная в любую форму организации, лишь бывая сеть, провокуя интенсификацию инфостимулов, и они передаются от социального розума до индивидуального розума Такая акселерация — это патогенный фактор, который оказывает великий эффект на громадство. Покольки капитализм подлучшены до социального розума, до наших коллективных процессов коммуникационных психотычных мем акселерации. Деньшая как патологичный агент организм утягивается в спазм, пакольник коллапсует. Ну, я не знаю, может бифа трошку переборщивая, может не переборщивая, а то сейчас покажется. Вот. И тому, напевно, это сполучение вот этой медийной повестки, когда нас прилетает, впаде вот тут, там. И того механизма, как мы это все отрываем, как мы отрываем эту информацию, как мы делимся, тире вуманное, что это жизнь, для меня, важно то, что у нас бывает, в Беларуси. Я думаю, что для многих такая локальная привязка, она, конечно, першистая. Разум с тем, ну, пыкал, певна, перши тыдзень протестов, мало хто мог не дазволить себе, мало хто мог дазволить себе не читать новин, не читать обновления. И вот это эквиваливание, оно может быть сейчас натуральным. Те питанье с ковидом, кто не сошел за лижбами, кто не сошел за обновлениями статистики. Вот. Працы в экспозиции они перомешанные, перобытанные. И я буду сказать про некие конкретные тут, то есть графика, да, жилопис, видосик, то есть я буду рассказывать, напомненно, зараз пойду к большей экскурсивной формате, посляя шето шишку да, ну, буду спонят уже на конкретных штуках, посляя мы уже, напомню, второй день до питания. Да, и я же хотел сказать, что, конечно, в этом проекте для меня важная так само тема экологии, экологичной катастрофы, какая, ну, на фоне этого всего, что бывает, такая вишенка на торте, да. Сегодня я это считал на вину сябрая костил, кастрышник прошел, а помышленный ядовитый океан так и не завелся. пешеню за шанс на зеране. Вот, такие вот свеликие, ну, привитание, ну, что тут, ну, сколько там, по тридцать, тридцать сотни, только будет, да, ну, что наводится. экспортальная повестка, глобальная повестка, которые мы можем изображать. Вот, я неверный ход, как раз. Нормально. Вот, что тычатся в этих всех процессах? Это все накиды, потому что, как бы, я не ведаю, каким будет коншатковый вариант этого проекта, все машины. Потому что, сейчас, имити, машина, каждый день подкидывая нам новые из-под дела, на какие я не могу ни реагировать, и, если я думаю, это реагирование, это и есть моя практика. Что тут же сыграть? Больше ли она была растворенная подчас неких резиденциум, мастерских резиденциумов, ну, ты сбираешь, там, портфолио свое, там, пишешь заявку, пишешь, что там, гость, да, я хочу это, после этого ты досылаешь где-то некую институцию, по какой есть гроши, и место, где ты можешь пожить, студия. И она такие, выбираешь, там, ну, тысячи, трехсот, и сейчас в некоторых десятках залежется статуса. Институцию ввозь, и запрашаюсь мастерков, мастерков попрацовать там. И мне пошинцевало, я работал подготовленными операциями в Познане, в культурном центре замок, работал в Вене, в резиденции Q21. после минулой летку, все было минулый год, я поехал на Байкал, у нас была такая некая дикая лаборатория, резиденция двухтредневая в России для озера литерально у наиметов на жили человек двадцать, дождь, ветер, текавая до света и Лиза слышала ну ладно, была резиденция в этом летку Лиза была резиденция в этом летку у КХА она проходила в лесу за лесу аккуратно по меже в Российской области на помеже с Польшей где-то в этой играх некоторые штучки я там намалявал вот такая вот история Катей что тут что тут ну не веду мы пробеглись и поглядели выставу на полную это собор Парижской Божьей Мати который начал гореть у них и это стандартная тема которую я могу замаливать вывести ее из медийного медийного сюжета из медийного новинка из того что пролетает у них это будет эксклюзивная мастация и так далее но это впечатление в плане информации у какой мы есть конечно когда что что я сгорел вот я сгорнул то после все пошли меня аватарки всему свету с права до собора открытки было многие богатые люди закинули бабла на это реставрование там все мы на выператки суммами обошлили в европе миграционный кризис люди живут безъезжие это не то это не но это моя позиция олень это просто олень это такая тема тут будет прослушиваться далее потому что это экологичная повестка я думаю что антропоцендов как мы живем как мы перед эрой эпохой человеку станет изменять что угодно на этой планете и эксплуатовать иншие виды изменять экосистемы под себе менять климат уплывать на это все это можно сказать технологичные революции 17-18 и далее и далее и далее и далее и далее и далее есть теоретик философ Тимати Мортон один из таких основанников того что ведома объективно ориентованная онтология такая плынь и это и она рассказывает про то что позиция человека центра су свету она не особо эпичная потому что мы просто один из видов на этой планете и другие организмы и другие нечеловечные народы как я спекулятивно называю я так сказал имеют свои правы на основание и это оборона живет и глобальная тема я считаю статус его на конце вот и момент проекте я казал технологии экологии некое социально-политичный контекст скажем так за кем больше меньше и он не получается в этом проекте но на этой картинце с ушей тут ну это фантазия когда мы все знают что такое серваки где лежит наша информация и куда бы ни шли по серверу этой информации изливаются про наши телефоны и она заховывается и она и на основе этого мы отрываем рекламу на основе этого мы отрываем поведомления фейсбук на основе этого закидывая нас информации про новую группу которую мы можем вступить чтобы мы можем это такие вещи которые такие ну такие практичные классные да можно жить с этим классные новые но нового ничего нет все как работает алгоритм не работает на той информации какая уже была отрывана так как они не працуют на продказание так как они не могут фотосовать так как эта машина але они могут анализовать информацию какую уже отрывали и на основе этой информации пропадают то же самое что мы ну что мы готовы пожить и моя фантазия напомню что вот эта серверная стойка дата центра выходит и спробует интегроваться в лес поговорить здраво это спекулятивный реализм дайку я взвертаюсь такая фантазия але ну максимум мы можем подумать про некое судашинение технологии экологии якое б не было таким эксплуатующим да якое б не было таким вытягивающим некий пробыток вытягивающим некий ресурс из людей из новокольного сервера вот да картинка какая посередине он написан на разрыв глубоководного артичного кадра видишь, что глубоководные артичные кадры поведает? все ведают? короче интернет это структура ее потребны серверки и ее потребны системы коммуникации системы коммуникации это ну вот в окно если закинули все наши проходите как вы закинули все наши переходы нахватные стационарные и вот они работают в окно ну это все интернет на интермайд потребна инфраструктура на слангу это называется шкло потому что шкло оптика и по земле подкопали под землю в неких трубах а по поморы ну понимаешь особенного интернета Америца особенного интернета в Африце особенного интернета в Австралии нет потребные кабели и громадные кабельные линии прокладенные по дне океану маршруты ну и никто там трактует не не поклал интернет здесь али оздараются на саляке ситуации акия гатой сувязь парушает и без интернета мы уже не и живем у им и это тяжко жить не только людям али самим экономицей контактам бизнесу цикавы момент калле калле было был землятрус калле японии и выбух после цунами выбух на станции фукушима однажды эта катастрофа сейсмичная активность привела до разрыва некоторых кабельных систем и интернет здесь ну в японии в некоторых частках японии и в некоторых на тайване и в некоторых частках китая и он лег до 20 отцовков табак это точно у нас рубильником технологии блумберы выкрыли описали это рубильником это рубить природу природа конечно с тем что сегодня человек работает в этой природе цунами землетрус сейсмичной активности это экология парниковые эффекты парниковые газы так само таки нашу неску экологии это не факт что это не будет протягиваться и не будет поскараться добиться шастейшим что еще интересное про эти кабели это то что наша информация подорожнейшая по имени верь михутка конечно или разом с этим простором они просто не обсяжные это вы видите в себе проводок и вот он лежит там где живут рыбы глубоководные организмы и вот наши здоровья ребята как справа у вас он пролетает здесь и на глубине где мы никуда не будем где наши слова где наши некие картинки файлы где та информация которую мы читаем на верьме хутка пролетает для меня это некая сетка которая связывает сегодня всю планету я так не веду можно вытянно рассказываю но мне это кабели на меня зашаровывают термаются с большим сокрытием где лендинг-поинты где камеры выходят на поверхность на суше можно узнать интернет адрес еще что интересно что большинство их дублюют гандлевые шляхи и многие дублюют шляхи телефонных сеток телеграфу и попередникам шляху гандлю раба потому что это маршруты самые хутки самые пропорцеванные и шатку гоняли корабли с черным дремом посуда проклали телефон телеграф и все и еще одна тема файджи вежа подпаленная ковид диссидент технология файджи только заявляется только занимается год-полторы закидывать подписывать контракты кому отдать эту технологию на распространство поставить железо то будет продавать конфликт в последние годы но что интересно почему это горит потому что в последние годы были выпадки подпал новой файджи почему потому что ковид нет потому что это не ковид это технология из китая которая изменит радиацию и обсуждает здоровье потому что это не радиоактивное оружие это глобальная элита светлая и так далее и те, кто это верит то они пошли подпаливать это вот так но это на бонус нет что самое интересное это довольно большая проблема сегодня поскольку в штатах начинают распространяться и по европе есть такие я не знаю рухи можно назвать например Кюрэйнон вы видите Кюрэйнон нет вот такая тема ну как есть Дональд Трамп который вырыт наш свет и надойдет некий день ну как религийное ручение вот Дональд Трамп он хочет вырытывать свет это падла демократы значит с глубинного урада с глубинной державы там Deep State они значит разом с с редкими зорками Голливуда певными медиагигантами они значит являются все ну не точно оккультистами а сатанистами которые поклоняют сатане в подвалах там 666 и так далее и ну термают трафик детей для сексуального задовольнения займаются педофилией и значит и пьют конечно и значит только Дональд Трамп может сбавить ну не только народ США то есть света мировая это то что сегодня уплывает на президентские выборы у самой великой демократной свете ну и меня это конечно так удивило как я это все начал читать но это с того же поля что ну там плоская изомлядь артилольбис космоса только новые виток и больше такие там есть человек и изливает инфу из белого дома у них там целая мифология классная так что вот этот эпизод с подпалом Ротиквежа у Розных Крэгнов и он не такая как одна интеракторная речь вот да тут я вертаюсь до локальной повестки беды беды это интернационал просто поспеваю интернационал на верши нашего песня вторая я упал интеракл локали 18 вылетает вот вот и я вырошу ну какая была тема жнили это значит это это огонь выборы худка и вырошу я тримаюсь в нем и я могу познать себя коммунистом я могу познать себя как социалистом текст конечно мало кто заим стыкается с интернационалом текст как треба полстань проклятия полстань кто с головы пух бурлить нашу розуну не волик лишь рвать ланцу ну там про трудную эксплуатуре операционные кадры и так далее вось я его записал и думаю ну все выкладываю значит изранец неделя начинаю созранец неделю ну там интернет нема там на неких капалях загрузил я его в аллеях уже никто не побачивал неделю вось обед уже никто не мог его вось вось интернет десять дванадцатый уже ломали неябки ну так что вось так просто историю интернационал на самом же верно цикало калия 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 думаем про называем сейчас систему совковой называем ну или конечно война значит там это незаверность наша раннейшая история ну так неоснованная это важно после пиромальность пироемность этого советского союза символи некий миф на мою думку называют колониально потому что это миф советской Белоруссии а советская Белоруссия такая ну и не облешали снизу что это создавали загадан с Москвы и протяг Российской империи дивная некая структура как бы развилась всякое администрационное кирование насовое и все же мои соправдые колониальные некие аспекты вот это не то что лежит в основе неких левых идеев сегодняшних левых социалистичных идей и тому я башу ну с богатой працей как сам скажу конечно это проблема на самом раз что мы тут это не либеральная капиталистичная тема которая прокидывается социализм типа социализм ну где некая семья и некие бизнесовцы но такая история феодальная да что мулаты народы пролетариаты и вот так ой что да тут значит вот вот это працей это и там еще одна пошли с отморозками да я каратенько продюс потому что я сабрина не мачу потому что я уже шмат сказал но бываешь и тема конечно да это все пошли пошли коры все там такие ой что робить карантин не карантин после высказывалось что комета летит вот и некоторые уже шикали что я пролетела мимом в оконце в оконце кроссовика вот замалевал эту комету это таки момент плота мяжи яка совершенно нех взлетаю себе у меня не есть некая привязка географичная есть небольшой анклав в Испании у хорошей там войсковая база аэродром у полночной африцы ножой только из Марокко на полночной и и и тут все первое справа всех кто хочет трапить у евразия в испании и мы увидели клип где эти каши висят на плоте и она как это популярная да ну там такая социальная тема конечно такие конечно такие конечно плот но это так самое что ну это некая колониальная тема остается потому что 100 год африка ближние исходы под контролем заход под контролем заходных держав и эксплуатации опорационных ресурсов эксплуатации земли и так далее эксплуатация сегодня выходит таким натуральным что свет велик и перемешаться можно легко можно лук острыми а можно как так да и миграционный кризис конечно такое наступство проблема глобальной бедности глобальной богатой глобальной помощи вот это такой момент хлопчик за автоматом символ войны в Африке потому это подлетки наркотрафик где подлетки узброивают эти планы цунами да это некий циклон это то что мы можем суткаться больше больше хочу аккуратно зачитать эту цитату за Тима Мортона классный мужик нет по-русски вышла его на книжку 17-го года книжка называется книжка «Человечство солидарность с нешеловечными людьми народами people соли» вот и я зацептую его что он скажет про то что массовое умирание небачное это наибольшь важный момент для живых организмов на этой планете с тех часов как динозавры взмело строй и мы не можем бачить его непосредно мы бачим только относно шасовое рокаваночки мы это астерои популярные истории про свет без нас в косе те фильмы оттягивают лаву и смешивают парты апокалиптичная кнострофа литеральная зоркая якая не працует не пролетит с космосу как нас забить это мы выкид гамма променел в шести тысячах светловых год может выкликать массовое изникнение гигантский выкид метану с океанского дна спровокованный глобальным потеплением привел до массового пермского вымирания как великое помирание это археологическая эпоха табак разумел шмар тысячах выкид метану и все это вытягивает статум все сегодняшнее житье на земле пошло от четырех от сотков которые выжили и теперь мы подрывная сила и мы не можем это разглядеть нам тяжко выявить хвалю тое что гиперобъект мое признаки адрознение осудностю гиперобъект это теория про тое что мы не можем усведомить некое великое сборное поняток як экология як древе листья падают восемь приходит приедет дождь те холодае те не холодае тое тое что люди сутыкаются в своих житей они могут это хопить а есть тое что люди не могут их хопить потому что это отбывается не за одно житие отбывается не за год не за два отбывается по всей планете и по воле и вот им проблема тех кто обновляется обновляя выяснование климатичной погрозы они кажутся как лукашенко скажут окей ты видишь что тут нет вид а это правда и хвалю тое что гиперобъект мая признаки одрознение истинности створенных людьми с часов сельской господарки это признаки богов 8 часу только гиперобъект незручно размеркованный неде зне не в нашим пользу спрямань и он доступный только неким топ людям некому эксклюзивным доступом на кшталт короля для кого легко отсягивать мою увагу от будничного улучшения гиперобъект это мой геном это пот на моих пальцах и он был в руку моего руховика и он под моей скорой и он есть моя я сам маленький кавалочек строй одна конкретная рыба помягалась это низусим тоя я поворачиваю ключ запальвания в моей машине это однако это действие одно такое действие оно слишком незначное но когда ты увеличиваешь масштаб то это не шаг это квантовый скашок чем поворот нас на клубе сделанной название земля в 1989 году я шевал дождь шаловешего потом який сбирался на столе под час годинов техни шастинки кожного нас падали чужие григотные теплые назад на кожного нас выкликанные нашим же бесперапыльным мурлей ну это чувак что мороженое но нам не подлукается вот это был Мортон и я конечно стекленностью его считаю и держу его на лекции ну незразумело у меня есть один товарищ в принципе я забыл прозвище его ну ладно неважно короче он классный мосток я его выставил в Вене в этом году и он выставлял довольно интересную штуку значит в российской академии наук ребята нашли у тундры некие споры МХ и я набрался им 3600 4000 вот ну живут нормально все я их выставлял в таком проекте да а у меня еще есть как бы проблем Коринша как я читал то что например в 16м годе у Сибири сдать свой Якутии ну раз и значит сибирская ну откуда сегодня здесь и там незразумело откуда сибирская язвая как выкористовывается некая ну ну справа тем что ледники тают нечто не замерзая вечная мерзлота сходить ну и тело некого там дегисторичного оленя ковалки трупа и кие за этой мерзлоты вылазить там может быть что за угодно так что Махшима как бы коронавирус не самое как бы страшное что можно с нами сдариться произвести на отличную потепление вот что касается что про это ну это зразумело да некие там анархисты что стыпалят бьют милицию там это все неприемно неприемно и вельмеж когда что гвалт раскручивается в нашей войне то что протест будет закрываться конечно никакая мирная и разум с этим будем эффективным вот а что ты с этой картинкой вот с той опошней вот с этой картинкой вот 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 29 протеста в Лондоне уже не вне 11-го года там были уличные бойки забили одного пацана 29 годов двое детей то же самое что Джордж Флойд или так далее ну и ближайшие три дни там сквалили два района мародерство или так далее и забойствовали поранен шмак шмак всего вот после этого перекинулся на иншие города на Бристоль Манчестер там Ливерполю ну и здесь может и Днепрасс 2 и все вот вот переходящие до этого вида они так не верили с плодами и вздымали на кухне вот тут газа неправильно да и васильки в принципе вот и все я полю васильки на газовой плите такие вот как бы хочется видеть перфоранс то что я думаю когда я полю васильки на газовой плите дальше я думаю про газпром да потому что я ж мат думаю про газпром я уже у всех заделал ну давно уже да я уже у всех заделал по беларуси думаешь про газпром и рассказываешь людям что такое газпром и что такое белгазпром банк я не буду говорить до того еще как это стало трендом да я не буду сказать про одного да про блога к кандидату президента Макшема Будущего какие двадцать годов был головным банкиром газпром в беларуси я расскажу про газпром 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 это была ну я думаю всем я вижу что ну по тем что отбываются меды ну отбывалось в фейсбуке о мерковании что критики конечно этого не было может она была не зусим до рейши в том прошлом месяце рево перальгател да перальгател да ну да людей подзадёп газпром это было министерство нафтогазовых ресурсов советского союза такое ну за распадом союза было перероблены под ну скажем корпорацию структурно и оно подпродковывается министерству энергетки российской федерации и газпром и газпромбанк ну там это акционерное товариство доля и акции контрольные пакеты и иные министерства ну российской державы керовник корпорации газпром двадцать годов Алексей Миллер Алексей Миллер был наместником Владимира Путина в администрации Санкт-Петербурга на площадку 90 ну напомним супала так я не веду да ну бывают ситуации вот и да вот и вся эта тема такая какая у нас пошлина десять годов была в Праце там Белгоспромбанк это натуральная дошка бабарик сам казал что ли коллекция належит акционерам акционеры 99,4 не память 99,4 от сотков это ну это дело что мы про это не говорили ну говорили так мало единственное что не было такой критики институционной критики какая довольно широкая потому что когда я разговариваю так с своими коллегами за межой рассказываем про это они такие да ладно ребята вы что это же колониальная тема ну есть контура я контролю все ваше цепло сыровину для вашей экономики газовые ресурсы все заводы и вы ну и там война в Сирии война в Украине про это вы не говорите что-то нарковать тебя кепско развесили на гостинском салоне пранцы вот такая речь для меня она важная но разом с тем чему васильки символ Беларуси разом с тем васильки это не только символ Беларуси ну конечно таки Беларуси центрычные васильки это так само символ национальной в Немецчине ультраправые тягают все в эту отличку у Эстонии это национальный символ и у других это таки символи романтичные это вот аккурат Богданович там все эти истории с интеллим вот этот он пришел от Уль с 19-го года и он распространен довольно широко по всей Европе такая фольклорная тема связанная с родимой связанная с шемстетакином ну и вот этот шастка которую он так чуть-чуть расстелил про конечно нафта с добычу и газа с добычу ну отобок ну разумело да что это все как бы не узнавляемые выкопни да какие шкодят условия шкодят планеты вот это некий таки комплекс как бы как тут все комплекс напомню я спробую в гарной тене рассказать про некую комплексность по делу в сегодняшнем свете вот это та комплексность на какую бы мне хотелось досягнуть это межвидовое родство что мы все как бы некие там сваяки сваячки там браты сестры и меньшие члены семьи это вот это серверная стойка да это некое наше технологичное вымирание то что мы можем как люди как ну как истоты с такими как бы довольно великими мозгами дать может свету и не только на шкоду а может на корысть может интегроваться мы же биологичные так само интегроваться с той нормальной ситуацией в которой мы продолжались жить то вот золенем с травой с мором и с вирусом вот потому что все это некий вид это некие частки життя маленечки вот кропинки життя ну мы не можем от них обмануться частки мы взаимозвязаны поэтому некое родство нежвидовое некое собравство спекулятивно я сейчас скажу и это спекулятивность это спекулятивный реализм это побыч за объектно ориентованной антологии стоит таким методом спекулятивным являетесь коммуникацию размову с иншими видами якая была б не гвалтонная якая была б не эксплуатующей якая была б не какой теплой и свойственной скажем так вот ну тут я думаю все разумело я скажу про токи про Верлиев один завтра Анатолий Артемович другие Анатолий прозвище забыл можете появляться букетой там есть Верлиев Солидарность Верлиев и он был створен довольно поздно на самом деле в советской монументальной некой теме и он был створен в 81-м и 79-м годе вот здесь 81-м и он створен по некой супертехнологии из Арминии на самом деле со сплавом неких и кто это люди как подумать кто это люди наркоманы и проститутки нет наркоманы и проститутки которые взмагаются за свою свободу супраэциколониального прыгнету этих богатеньких бюрократов буржуев в разных краинах в Индии в Анголии на Кубе в Палестине ну интернациональный марш солидарности про что это говорит вот эта группа рельеф и мне конечно эта тема близко потому что я бы хотел уявлять иншуя солидарность не только нашу солидарность которую можно побудовать на одну державу солидарность это некая утопичная идея олдскульная советская или скажется что эта утопия это то что необходимо потребовать политическое фантазия она Она может быть не есть реальностью, а есть методом. Есть методом, по-моему, можно просто думать про механизмы, думать про те шляхи, которые проведут до решения с конфликтами, до решения питания с воинами, с всеми справами. Сейчас, конечно, этого обмеркования не могу, что после падения железной заслоны, после конца Советского Союза, после конца истории, поводов океана, нет альтернативы. То, что мы живем, ну, не мы, можно говорить, хотя и мы, на самом деле, это не риберальный капитализм, какие уже поздние пришли, да, не классичные, и какие, наводненькоторые доследчики ставились под сумнёв, насколько это уже с протягнением, восьмых моментов, технологий контроля, личбовых логарифмов и всей этой истории, насколько это был свободный выбор людей, свободный выбор грамадян, как жить в этом свете, что думать, какую информацию от них, во что верить. И, например, это какой-то эритик Маккензи Уорг, и он говорит про, ну, придумает такая фраза, дивный человек, конечно, и у него такая фраза есть, ну, ребятки, если это капитализм, то это уже горько. Ну, наверное, да, занятный попокин, ну, ладно. Так что это такая моя идея, от того, до чего мы можем, конечно, провести вот с всеми этими, с теми, кто проходит, да, до чего, конечно, хотелось и провести, до того, как бы мы положали одно-одного, как бы мы с оправды, возле этой палавы, про которую указали некоторые, там, кандидаты в президенты, про которую мы сейчас скажем, да, и возле этой палавы, какое потребование, какой наполненное, оно и сталося, вось, ну, мою думку, вот с этой штуршком, да, от сегодняшнего протеста, и она может быть поширенная, и она может быть не только локальной изъявной, ну, повинна быть, это здоровый сенс, потому что все, кшталты, дорослые люди, али не дети, яким, там, треба указывать, там, наказывать когось, бить, там, ставить в угол на 30-40, там, что-то такое, да, в этой ситуации немало. Вось, такая она, конечно, немало, но... Часто, значит, в Лондоне, как я сказал, как-то вельмишка, да, особенно такого не дойдет, как-то все спрацуя с тачкой, да, и, как-то, все разумно миленько. Вось, потому что, то, что с лево, это сирийский вариант, где там самотный же хадзи, аки уже не гадают, что им не гадам и добить, потому что эту армию разогнали, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, ну, и, напомню, далее застаётся там, то, что им было с Парижа, да, то, что это в Акцион, и то, что все было седем во Франции, да, так сам, в том, что терроризм, и гэта Верникевска, и гэта и технишка, гэта, напомню, дворотный процесс, який може быть, ну, притягнутый, потому что технишка, гэта, таки феномен, это цивильный автомобиль, пикап, таки ставится сброя, сзади, на боготодии, как это, завершая громад, ну, там, приватный транспорт, каким-то, наверное, фермеры перевозят, ну, что угодно, да, и он перетворается, у них, войсковым машином, и гэта, вернее, приводит, вот, и, на Пошек, и, гэта, напомню, скажу про этот процесс, про ветер, что я думаю, я думаю, что, конечно, возгласно, Лиза, вот, что вы классно сказали, про эту тревожность, про эту неразумение ситуации, про эту недоспеку, мне она связана из надбора, и не за всем тем, про что я сегодня сказал, то есть, эти ветерники, ураган, цунами, эта стихия, она, ну, у меня такое ощущение, что она разбудивается, да, и нам, правда, не как-то все вытрунуть, там, выставить, и, спрабовать, не поддаться, вот, гэтэму кому, кризису, в этой великой-великой проблеме. Справать не из этому всего зла детей. Ну, быстренькую и светлую будущему. Ну, у меня такие спадели. Я тоже кости, что у меня спаделить. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.